Здравствуйте! Мне очень приятно выступать здесь и видеть столько много заинтересованных людей. Поскольку я из института проблем передачи информации, проблемы передачи информации меня преследуют постоянно и презентация немножечко вот в странном форме, но в любом случае я обещаю вам, что эта лекция про цвет, которая в принципе не первый раз уже доносится до аудитории, для вас будет в самом пока богатом виде донесена, потому что больше всего я люблю разговаривать о цвете с мелком в руках у доски или вообще размахивая руками в воздухе. Только так можно понять цвет по-настоящему, крепко зажмурившись. Почему так? Дело в том, что сколько бы ни разговаривали люди о цвете, хороших определений цвета нет. Каждой домохозяйке кажется, что понятно, что такое цвет, а ученым приходится манипулировать либо совсем негодными определениями, либо определением Шрёдингера, того же самого, который почти кот. И он определил цвет таким образом. Это общее свойство света различного спектрального состава вызывать одинаковое зрительное ощущение. Вот, по-моему, совершенно непонятно. И это самое точное определение цвета, которое на данный момент существует. Более того, даже это определение, даже если мы разберемся с определением Шрёдингера, то в конце концов мы поймем, что оно работает только в калориметрических условиях. В условиях, специально придуманных для того, чтобы человек мог выступать в качестве измерительного прибора. Калориметрические условия наблюдения цвета — это условия, когда вы смотрите в окуляр, и вам равномерно освещают глаз светом какого-то спектрального состава. Во всех более сложных ситуациях, когда вы просто смотрите вокруг и видите красную рубашку, зелёный лужок, определить понятие цвет ещё сложнее. Но мы попытаемся. Пока то, что мы знаем из физики, от Ньютона, что бывает радуга, и поскольку мы знаем, что призма или дифракционная решётка, которая возникает в воздухе и порождает радугу, свет разных длин волн за счёт дисперсии направляет в разных направлениях, и мы видим почти монохроматическое излучение по каждому из направлений. И вот это почти монохроматическое излучение, пробегая по длинным волн вызывает у нас ощущение от фиолетового через синий, жёлтый в красный, и к каждому такому цвету можно приписать определённую длину волны. Это не значит, что цвет определяется этой длиной волны. Это всего лишь значит, что цветам, которые мы можем сгенерировать, скажем, с помощью лазера или призмы или дифракционной решётки, мы можем таким монохроматическим излучением приписать какие-то цвета. В общем же случае, чтобы понять, что такое цвет, надо более сложную систему рассматривать. Поскольку цвет — это восприятие, нам нужно что-то понимать про сенсор, про то, что воспринимает цвет. Ну, допустим, про глаз или про RGB-камеру. В любом случае сенсор характеризуется набором светочувствительных элементов различных типов. В глазу в условиях яркого света активны три типа колбочек, каждый из которых имеет свою спектральную чувствительность. Вот здесь нарисованы три колоколообразные функции, которые соответствуют спектральной чувствительности трем типам колбочек человека. Что такое спектральная чувствительность? Ну, это функция величины отклика на один квант, одну порцию света определенной длины волны. То есть синий колбочка чувствительна максимально для длин волн в районе 500 нанометров, но как-то чувствительно и для других длин волн. Постепенно эта чувствительность спадает в обе стороны. То же самое с зеленой колбочкой, только у нее максимум в районе 550. Ну и красный тип, как ни странно, имеет немалую чувствительность в синей области, но все-таки максимум смещен в красную область. Таким образом, при падении любого спектра излучения на маленькую площадку на сетчатке глаза с этой области сетчатки идет три сигнала, три числа, три неотрицательных величины, насколько возбудились в среднем синие колбочки на этой площадке, насколько возбудились зеленые и насколько возбудились красные. Таким образом, сетчатка человека или светочувствительная матрица камеры проецирует спектральный сигнал в трехмерное пространство цветов. Вот здесь нарисовано это цветовое пространство RGB, и темным цветом, это гистограмма трехмерная, и темным цветом показаны те комбинации красного, зеленого и синего, которые представлены на рисунках ABV. Первые две картинки синтетические, и третья картинка фотореалистическая, там шума в цветовом пространстве побольше, но все равно видно, что разным объектам на картинке соответствуют какие-то цветовые кластеры, в основном вытянутые от нуля. Расстояние от нуля в цветовом пространстве называется яркостью. Это мощностная характеристика, то есть если мы возьмем какой-то источник света, неважно какого спектрального состава, и будем увеличивать его мощность, соответствующая точка в цветовом пространстве RGB поедет строго от нуля и будет удаляться, пока мы увеличиваем мощность. Главная диагональ, то есть те значения троек RGB, в которых цветовые компоненты равны, это ахроматическая ось, это серые цвета. Пока все, что я рассказываю, надо понимать очень примерно, потому что, строго говоря, цветовое пространство человека афинное, никакой ахроматической оси там нет. Но если мы говорим о камере, то можно говорить о таких стимулах, которые в камере вызывают одинаковый сигнал синих, красных и зеленых пикселей. Это будем называть серыми или ахроматическими цветами. И, наконец, если мы вращаем точку вокруг ахроматической оси, при этом точка ахроматической оси не принадлежит, то мы меняем цветовой тон от красного к зеленому, от зеленого к синему и от синего к красному. Это то самое, что видно на радуге. Радуга может быть любой яркости, но поперек радуги меняется цветовой тон. Если мы выкинем из цвета яркость, а как это сделать? Спроецировав центрально все цветовое пространство на любую плоскость, не проходящую через ноль, с центром проекции в нуле. Такая центральная проекция точки, отличающиеся только яркостью, то есть лучи, проходящие через ноль, спроецирует в одну точку на этой плоскости. Плоскость называется плоскостью цветности. Две координаты вместе этой плоскости называются цветностью, то есть той частью цвета, которая не связана с мощностью излучения. Если из цвета убрать яркость, то останется цветность, она живет на плоскости цветности, и все достижимые цветности образуют так называемый цветовой треугольник. Как вы видите, он не очень треугольник. Тем не менее, это неплохая иллюстрация цветового треугольника человека по современным представлениям. И по внешней границе этого треугольника можно отложить те самые длинные волн, о которых уже немножко было сказано. И у этого треугольника есть явно выраженные два угла. Это само по себе удивительно при названии треугольник, но сейчас я попытаюсь вас убедить, что угол-то должен был быть один от цветового треугольника. Почему? Давайте представим себе, что происходило с реакцией... Нет, не так. Давайте вот с чего начнем. Поскольку мы рассматриваем проекции разных спектров в цветовое пространство, и эта проекция линейна, то любые достижимые комбинации R, G и B могут быть получены за счет выпуклой смеси тех реакций, которые порождаются цветами чистыми одной длины волны, монохроматическими. То есть, если мы нарисуем всевозможные проекции лазерных цветов, и это будет внешний контур, то все достижимые цвета — это выпуклая оболочка над этим локусом. За счет этого появляется отрезок неспектральных цветов, отрезок, который недостижим никаким монохроматическим излучением. Пурпурные цвета можно получить только смешением как минимум двух чистых излучений, монохроматических, лазерных. Но любые выпуклые комбинации достижимы каким-то спектром. Но если цветовой треугольник является проекцией трехмерного цветового пространства, то представим себе, что же за поверхность была прообразом спектрального локуса на плоскости цветности. Возьмем мысленно лазер на красителях, в котором можно плавно менять длину волны излучения, которую он генерирует. И пойдем из инфракрасной области в ультрафиолетовую, плавно меняя длину волны. В инфракрасной области реакция будет нулевая. Ни одна из колбочек, ни один из типов пикселей камеры не возбудится. Мы будем в черной точке. Постепенно, входя в красную область, если мы двигались с инфракрасной, мы начнем возбуждать больше красный колокол. локус выйдет из нуля и пойдет каким-то образом под цветовому кубу. Мы будем плавно менять длинный волн. Он опишет какую-то траекторию. И когда мы достигнем ультрафиолетовых длин волн, вернется в ноль, мы опять ничего не видим. Получилась капелька с одним изломом в нуле. Такой одноугольник. Его проекция, ожидаемо, должна иметь один излом на плоскости цветности. Фокус в том, что это центральная проекция, а излом попал точно в центр проекции. Поэтому проекция этой петли становится разрывной. Это подкова на плоскости цветности, которая уже разрывна. И ее выпуклая оболочка и будет цветовым треугольником, областью всевозможных достижимых реакций глаза на излучение. Именно из-за вот этой проекции через точку излома и получается два угла у цветового треугольника. Есть еще такой интересный вопрос. Может ли все-таки у человека возникнуть ощущение цвета недостижимого никакими спектральными излучениями, попавшими в его глаз? Да, возможно. Нельзя исключать, что когда кому-то на голову падает не очень большой кирпич и возникают звездочки, птички и другие воображаемые объекты в поле его зрения, что часть цветов, которые он при этом видит, физически недостижима. Как это может быть? Ну, очень просто. В момент физического воздействия на нейроны головного мозга сигналы возникают непосредственно в нейронах и имеют достаточно случайный характер. При этом может возникнуть такая комбинация сигналов в разных цветовых каналах, которая никак недостижима никаким физическим воздействием излучения на глаз человека. Аналогичным образом можно представить, что вы видите несуществующие цвета во сне. Вы просто видите какие-то комбинации элементарных сигналов, которые никак не могут возникнуть при возбуждении сетчатки видимым светом. Важным следствием того, что цветовое восприятие человека трехмерно, а спектральный мир бесконечно мерный, это мир функции одного аргумента неотрицательных, является явление метамерии, метамерии излучения и метамерии окрасок. Для того, чтобы они говорить, нужно еще раз вспомнить про спектры чувствительности сенсора и вооружиться понятием стандартного наблюдателя. Есть такие кривые чувствительности, которые кажутся, что соответствуют человеку, но нам совершенно это не важно. Важно, что они стандартизованы и эти кривые можно использовать для численных экспериментов и они считаются, что хорошо моделируют человеческую биохимию и восприятие. Кривые чувствительности на этих графиках нормированы так, что если возбудить все три типа светочувствительных элементов эквиэнергетическим источником, то есть источником, который имеет одинаковую спектральную яркость на каждый из длин волн, то получится три одинаковых числа. Например, 1,1,1 или 0,5,0,5,0,5. Они будут интегрально возбуждены одинаково. Естественно, такое освещение назвать белым светом. И к таким спектрам близки спектры естественные. Ну, например, то, как освещается летним пасмурным днем окружающий мир. Но если мы находимся в условиях люминесцентного освещения, то, скорее всего, спектр излучения сосредоточен в нескольких узких областях. Ну, здесь эти всплески нарисованы достаточно произвольным образом, но то, насколько они узкополосные, похоже на люминесцентное освещение. При этом люминесцентное освещение может быть таким же белым. В каком смысле? Комбинация из вот этих трех всплесков одинаково возбуждает синие, зеленые и красные колбочки. Проинтегрировав их произведение, можно убедиться в этом. Таким образом, здесь мы видим спектр белого света и здесь мы видим спектр безусловно белого света. При этом исходные спектры не имеют ничего общего. Это явление и есть явление метамерии. И именно явление метамерии скрыто в определении Шрёдингера. Шрёдингер говорит, что зафиксировав сенсор мы факторизуем пространство спектров таким образом, что какие-то большие многообразия спектров начинают характеризоваться одной и той же реакцией сенсора, одним и тем же ощущением. А какие-то разными. Вот те, которые разными, они считаются имеющими разный цвет. Та характеристика, которая их различает в ощущениях и есть цвет. Теперь еще усложнив задачу, придем к тому, что знает наверное каждая девушка. Рассмотрим теперь две окраски. Окраски тоже характеризуются спектрами. Это теперь уже спектры спектральное распределение коэффициента отражения поверхности и пусть у нас одна окраска характеризуется вот таким распределением коэффициента отражения, а другая вот таким. Достаточно близким на самом деле. При белом естественном освещении воспринимаемый цвет будет одинаков. При люминесцентном освещении, том самом из предыдущего примера, эти две окраски будут выглядеть разно. И в этом нет никакой психологии. чистая математика. Это то самое, про что знает, я думаю, каждая женщина, что не стоит подбирать из разных гардеробов юбку, кофточки при люминесцентном свете в надежде, что они пойдут друг к другу при солнечном. Восприятие цвета кардинальным образом изменится. И если сфотографировать на камеру, то тоже окажется, что все цвета другие. Это не проблема психологии, это физика и математика. Но на самом деле все еще сложнее. Когда начинается психология, когда начинается восприятие, начинает работать механизм цветовой константности. Что это такое? Цветовая константность это способность зрительной системы оценивать окраски. Зачем так? Ну, зрение нам нужно, чтобы ориентироваться в пространстве. Зрение нужно, чтобы понимать, куда идти. Понятно, что обезьяне важно понимать, созрел плод или не созрел плод. Допустим, предположим, мы говорим о яблоке, хотя трудно представить, что обезьяны и яблоки оказались в одном месте. С бананом хуже, банан не краснеет, когда созревает. Сейчас. Важно отличать, покраснело яблоко или это закат. Важно отличать окраску. Окраска является собственным свойством объекта и не меняется при освещении. А то, что мы наблюдаем, это всегда отраженный свет. Он является произведением, спектр, который упал на предмет и его спектр отражения. Эволюционно важно понимать именно свойства окраски. И именно так работает зрительная система человека, млекопитающих и даже рыб. Математически это некорректно поставленная обратная задача. Что это значит? Прямая задача, моделирования решается физикой, оптикой, решается окружающим нас миром. Когда в процессе, вовлекающем различные спектральные функции, в конце концов, где-то у нас на сетчатке образуются три числа, характеризующие цвет. Зрение решает обратную задачу. По этим трем числам и, возможно, по известным самой системе спектральным характеристикам системы восстановить две спектральные функции отражающей способности и спектрального распределения яркости освещения. Заметим, что эти две функции входят под интеграл как произведение. Это уже выглядит форменным издевательством. Дано х умножить на у равно 100. Найти х и у. тем не менее цветовая константность работает. Вот эта картинка честно сворована из Википедии и там, насколько я помню, иллюстрирует некоторую зрительную иллюзию. Я утверждаю, что никакой зрительной иллюзии в данном случае нет. Значит, сначала в чем парадокс. Каждый, кто смотрит на вот эту область и вот эту область, если у него все в порядке со зрительной системой, скажет, что вот этот кусочек шахматной доски это клетка белая, ну или светло-серая, а вот эта клетка она темно-серая. Если же мы вырежем два кусочка из той же картинки и покажем отдельно, мы с ужасом убедимся, что яркость точек вот в этой области и в этой области одинакова. Ага, говорит непроницательный исследователь, перед нами зрительная иллюзия. Ничего подобного. Если это называть зрительной иллюзией, то зрительной иллюзией мы должны называть телевизор, фотографию и много других ситуаций, когда зрительная система человека работает нормально. Что значит зрительная система работает нормально? А значит она пытается оценить окраски тех объектов, которые ей показаны. Заметим, что на этом фотореалистичном рисунке изображена светлая окраска и темная окраска, только светлая окраска освещена меньше. Поэтому, конечно же, излучение из каждого пикселя в этой и в этой области приходит одинаковое. Но задача зрительной системы другая. Мы не фотоаппарат, мы пытаемся понять, что перед нами изображено и какими свойствами обладало то, что изображено. Точно так же не является зрительной иллюзией, что я не считаю слушателей, которые сидят далеко от меня, гораздо меньше, чем слушатели, которые сидят близко. Ведь проекция на сетчатку, ведь изображения от далеких слушателей меньше. И если б я не впадал в иллюзию, я должен был бы считать, что они меньшего размера. Но зрительная система работает нормально, и я обладаю константностью размера, константностью формы, и я понимаю, я интерпретирую сцену правильно. То же самое и с цветом. До тех пор, пока наши оценки окраски верны, никаких иллюзий нет, и наша зрительная система работает нормально. Трудно поверить, но вот это белый цвет, вот это белый, и вот это белый. Как так получается? Ну, посмотрим на трубу на этом доме. Ну, очевидно, что мы наблюдаем очень насыщенный голубой блик от неба, но когда мы смотрим на саму фотографию, мы понимаем, что труба не покрашена, она белая, но каждый пиксель в этой области от трубы на самом деле насыщенно синий. А вот это все области одного цвета. В каком смысле? Ну, одной окраски. Это разные пиксели, взятые с крыши. Да, в крыше видны какие-то блики, еще какие-то разводы, но когда мы смотрим на картинку в целом, мы приходим к выводу, что крыша была одного цвета. вся интерпретационная мощь зрительной системы направлена на то, чтобы оценивать окраски. Что же такое цвет в общем случае, не в калориметрических условиях? Путаница состоит в том, что цветом мы называем в разных ситуациях три разных вещи. Во-первых, и в главных, мы называем цветом ощущение окраски. Мы говорим, я вижу красную рубашку, я вижу синюю рубашку. Мы не говорим, я вижу красную рубашку с темными разводами, только потому, что на ней тени. Более того, когда мы просим кого-то взять из шкафа красную рубашку, мы не пытаемся сделать вид, что в этот момент шкафу она черная, хотя там ничего не видно. Основное назначение цвета, это понятие цветовых, это говорить об окрасках. Дети рисуют такие примитивные картинки, потому, что они рисуют то, что они видят. Они честны, и они вполне профессиональны в рамках того, что они пытаются сделать. Они видят, что лицо человека не имеет никаких болезненных пятен или разводов, и рисуют лицо человека одним цветом. Если есть румянец, это свойство самого человека, это свойство поверхности, румянец будет нарисован. При этом нельзя сказать, что ребенок рисует без полутонов. Когда ребенок хочет изобразить поле, в котором есть разные цвета, разные варианты окраски, ребенок старательно окрасит поле в разные оттенки. Во-вторых, цвет это ощущение освещенности. Вот на этой фотографии я прекрасно вижу то, что лицо освещено с одной стороны зеленым светом, с другой стороны фиолетовым светом, но у меня не возникает ощущения, что эта девушка татуирована или раскрашена таким причудливым макияжем. Одновременно в каждой точке я воспринимаю телесный цвет в смысле окраски и цветность освещения, которое упало на этот объект. И наконец только в третьих цвет это калориметрическое понятие цвет точки, цвет того излучения, которое из точки прилетело в глаз. Чтобы научиться видеть калориметрический цвет, художникам-реалистам приходится учиться достаточно долго. Ровно так же, как и правильно рисовать перспективу. И то, и другое это выключение определенных механизмов константности в самом себе, намеренное подавление некоторых полезных алгоритмов, которые есть в зрительной системе. До тех пор, пока художник не умеет их подавлять, он не может стать художником-реалистом, не может низвести себя до фотоаппарата. в этом месте, если бы сейчас не было уже вечер, если бы было солнечно, мы бы могли выйти и, может быть, не сейчас, может, через пару недель вы сможете воспроизвести известный воображаемый эксперимент Нюберга. Если вы найдете высокий забор рядом с зеленой лужайкой, на которой расцвели одуванчики, солнечным ясным днем, и у вас с собой будет что-нибудь, что можно свернуть в трубочку, вы можете убедиться, что если вы на солнечной стороне посмотрите в трубочку на зеленый лист, и вы увидите салатовый цвет, и после этого вы перенаправите трубочку на желтый одуванчик в тени забора, где он освещен только голубым небом, и посмотрите на желтый одуванчик в эту трубочку, вы увидите тот же самый салатовый цвет. Колориметрически одуванчик в тени и листок на солнце неразличимы, но когда вы смотрите не через трубочку, а на всю картину в целом у вас включаются алгоритмы цветовой константности и вы правильно видите цветовые параметры окраски желтого цветка и зеленого листка. Ну, в общем, как-то это уже неправдоподобно все. И неоднократно мне приходилось слышать такую гипотезу от вполне образованных людей, что никакой цветовой константности нет, ничего такого быть не может. На самом деле мы просто запомнили все на свете. Ну, с детства запоминаем, как только родились, смотрим, нам говорят вот эта красная рубашка и вот эта красная рубашка. Ну, и мы запомнили, как выглядят красные рубашки. Особенно сейчас эта теория модности вот сейчас, когда все поголовно занимаются глубинным обучением, нейронными сетями, и когда основная идея решения задачи состоит в том, что давайте запомним все варианты, что бывает, вот мы задачу и решили. Ну, вот перед вами результат работы абсолютно реальной компьютерной программы, в которой нет ничего, кроме математики, никаких запомненных коэффициентов в ней нет, ну, кроме нескольких параметров самого алгоритма, что достаточно естественно, которая сегментирует по окраскам это изображение. Что такое цветовая сегментация? Это задача разделения изображения на области, различающиеся окраской. Вот здесь в рамках той математической модели линейной, которая принята при изучении цвета, создан метод, он воплощен в программе, применение его к этой простой достаточно картинке, приводит к верному результату. Тени не выпадают как отдельные объекты, а затененные бачка вполне считаются, что окраска здесь не изменилась. Это правильный ответ. Здесь тоже простая картинка, которая просто более искаженная, и в ней тоже результат сегментации разумной, верной. и наконец здесь решение задачи цветовой константности, когда по картинке получается картинка окрасок. Причем исходная картинка на самом деле для человека уже слишком сложна. Здесь два близких разноцветных источника излучения и еще один диффузный, как небо. в таких условиях наблюдается эффект цветовых теней Гёте. Великий поэт, был еще и великий экспериментатор, и обнаружил, что если зажечь две цветные свечи, то объекты начинают отбрасывать такие тени, которые человеком воспринимаются как пятна краски на столе. Цветовая константность человека в таких условиях уже ломается. Но можно создать программу, которая ничего не знает, о мире окрасок, а знает только линейную алгебру, которая при этом правильно оценит окраски на этой картинке. Ну и теперь попробуем чего-нибудь простое обсудить. Наверное, все знают, что в проекторах, в мониторах, экранах смартфонов есть три цветовых канала, так же, как есть три цветовых канала у человека. Есть какие-то R, G и B, которые по-разному зажигаются на экране и так формируют на экране картинку, которую мы тем или образом воспринимаем. Так сколько же нужно разных источников света, разных цветовых каналов, разных компонент дисплея, чтобы хорошо воспроизводить цвета для человека, для человека, который обладает трехмерным цветовым зрением. Очевидный ответ 3 неправильный, потому что тремя источниками света, каждый из которых это точка на цветовом треугольнике, можно воспроизвести только выпуклые комбинации этих трех точек, то есть те точки, которые находятся внутри треугольника, натянутого на эти три вершины. Но цветовой треугольник не треугольник, поэтому даже если мы засунем микроскопические лазеры и возьмем один из них синий-фиолетовым вот ровно в этой точке, один насыщенно красным вот из этой точки, один зеленый из этой точки, то часть насыщенных цветов все равно невозможно будет воспроизвести на таком мониторе. Реальные же мониторы воспроизводят вообще, надо сказать, примерно такой треугольник. То есть насыщенно зеленых цветов вы здесь не увидите и на этой картинке тоже. Чтобы хорошо покрыть цветовой треугольник, нам надо разжиться примерно пятью точками. Это, конечно, примерно и бесконечности не хватит, но более 95% площади можно покрыть, выбрав пять спектральных источников цвета. А сколько же нужно красок принтеру? Тоже пять? Три? Тут еще интереснее, ведь мы говорили о метамерии окрасок. Вопрос, распечатанную на принтере картинку, распечатанную фотографию. При каком освещении мы будем наблюдать? Хорошо, если мы распечатываем что-то для музея. Это значит, что наша отражающая поверхность будет висеть в условиях постоянного освещения. Тогда тремя-четырьмя красками, теми самыми ЦМИК, про которые, может быть, слышали, Циан, Маджента, Йеллоу, Ки, можно воспроизвести, хорошо воспроизвести различные окраски. Но если вы не знаете, будете ли рассматривать эту картинку под люминесцентным светом, под солнечным светом или какими-то другими экзотическими источниками света, то окажется, что вам придется воспроизвести точный спектр тех красителей, которые были в реальной сцене, которую вы изображаете. А поскольку их бесконечно много, то вам потребуется бесконечно много красок, чтобы получить идеальную цветопередачу для любых освещений. Ну и прыжок в сторону. Недавно мы использовали цвет в рентгеновской области для того, чтобы сортировать алмазную руду руду в Якутии. Цвет это математическое свойство. Мы воспринимаем цвет только в видимом диапазоне. Но если мы возьмем рентгеновский диапазон и будем просвечивать различные материалы несколькими разными рентгеновскими источниками с разным спектром излучения или же это будет один источник, но мы сделаем несколько типов детекторов, каждый из которых имеет свой спектр чувствительности, то мы получим цветную картинку в рентгеновской области. И если мы смотрели на что-то на просвет, то логарифм такой картинки будет вести себя с точки зрения зрительной системы человека и всех алгоритмов цветовой константности так же как те картинки в отраженном свете, которые мы привыкли наблюдать. И, например, окажется, что все алмазы, а вот здесь они зеленым кластером нарисованы, имеют одну и ту же цветность, то есть центральную проекцию, которая подавляет интенсивность, а пустая руда тоже имеет строго определенную цветность, отличную от цветности алмазов. Таким образом, в рентгеновском диапазоне алмазы от пустой породы можно отделять по цвету, хотя ни один человек этого цвета не увидит. Спасибо большое. Надеюсь, у вас вопросов стало больше, чем было в начале лекции. лекции. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok